МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который выступил с докладом об итогах года для региона и выходе из ковидного кризиса. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТВЛ в студии Татьяны Пырнова. И коротко о событиях города, которые попали в объектив наших камер. Обстановка с ковид-19, по данным Роспотребнадзора. Мамы и папы будущих выпускников сдали ЕГЭ в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В школе номер 14 прошла первая игра интеллектуальной викторины «Игры разума». На базе Центра дополнительного образования «Истоки» состоялся городской этап всероссийского конкурса «Живая классика-2021». По последним данным Роспотребнадзора Московской области по состоянию на 16 марта видно, что обстановка по заболеваемости ковид-19 в нашем городском округе идет на улучшение. За неделю выявлен один случай заболевания. Всего новой инфекцией в городе заболело 927 человек. 869 жителей выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Скончалось 17 человек. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается масштабная вакцинация от ковид-19. Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 8 999 878 4316, короткому номеру 122, на региональном портале госуслуг, либо в МФЦ. Берегите себя и будьте здоровы! В Электрогорске мамы и папы будущих выпускников школы номер 14 сдали ЕГЭ в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Самые активные и неравнодушные родители учеников 10-х и 11-х классов, чтобы на себе почувствовать и понять, какие испытания предстоит пройти их детям через пару месяцев, проверили свои знания по русскому языку. Вместе с мамами и папами экзамен писал глава города Сергей Дорофеев. И сейчас мы с вами пройдем в пункт проведения экзамена, так называемый сокращенный ППЛ. Перед тем, как подниматься в пункт проведения экзамена, мы детям еще раз напоминаем, что никакая аудио-видеотехника не может быть пронесена в пункт проведения экзамена. Все по-настоящему, как у детей. Линейка, инструктаж в ровно назначенное время, проверка личности, напутствие, строгая рассадка по вариантам, запрет на разговоры. Видно было, что волнуются в этот момент все – и родители, и педагоги. Это проводится с целью для того, чтобы показать родителям организацию проведения экзамена. В прошлом году экзамен проходил по истории. В этом году проходит по обязательному предмету для всех выпускников русский язык письменный. Затем все родители, заявившиеся на ЕГЭ, сдали свои личные вещи и прошли в аудиторию, где им предстояло ответить на вопросы своего варианта. С собой взяли только паспорт и черную ручку. Педагоги раздали всем бланки и кимы, подробно рассказали, как правильно заполнить документы. Для организаторов акции важно, чтобы родители подготовили своих детей эмоционально к спокойному прохождению процедуры экзамена. Почему решили попробовать сдать экзамен такой? Решили вспомнить, как раньше нас учили и как учат сейчас. Посмотреть, сравнить. К сожалению, даже спустя 20 лет с начала введения ЕГЭ, ситуация с отношением к нему родителей остается неоднозначной. Кто-то считает, что ЕГЭ – это справедливая процедура, обеспечивающая равные возможности получения образования для всех, а кто-то иначе. Вы почему решили попробовать сдавать ЕГЭ? Ребенок попросил. Сам-то попросил, да? Вы как пример идете? Да. Ну вообще, как бы боитесь, переживаете? Мне не страшно, а что бояться? Вы считаете, когда в школе лучше готовили выпускников? В ваше время, когда вы учились, или сейчас? Да, конечно, раньше, потому что сейчас это придумали. Зачем это? Кто знает, тот знает. Он так и так поступит. В этом году вместе с родителями ЕГЭ сдавали глава города Сергей Дрофеев и председатель Совета депутатов Роман Тикунов. Ну а сегодня, когда нас построили в одну линейку и начали объяснять, какие правила сдачи ЕГЭ, то, конечно, еще, наверное, больше испытываешь волнение. И, наверное, в первую очередь хочется пожелать всем, кто будет сдавать ЕГЭ нашим выпускникам, в первую очередь, наверное, успокоиться, внутренне успокоиться и понять, что это не все критичное. Но есть определенная процедура прохождения ЕГЭ, ее надо, конечно, пройти. Потому что я, наверное, ни в кого не сомневаюсь, что люди, которые учатся в наших школах, обладают нужным уровнем знаний, чтобы сдать эти экзамены. Просто нужно еще раз успокоиться. А так, конечно, в свое время сдавали, писали сочинения. Здесь я увидел одно из заданий, также есть и написание сочинений. Ну и, соответственно, выбор нужного ответа к определенному тексту – очень волнительный момент, интересный момент. Мы сейчас здесь реально попробовали все это. Ну и хочу пожелать удачи на сдаче ЕГЭ нашим выпускникам. Задача родителей была понятна, что главный принцип сдачи ЕГЭ – это честность. И что путь, который предстоит пройти их детям, не так сложен, если знать, как идти. Вы сейчас посидели за партой, как ваш ученик. Какие ощущения? Ой, ну, ощущения, я почувствовала себя на месте, наверное, своего сына, что ему предстоит. Ну, было и волнительно, и в то же время интересно попробовать свои силы, ну, как бы попытаться тоже провести. Справятся дети? Я думаю, что справятся, конечно. Ощущения какие от того, что вот сели за парту, решаете ЕГЭ вообще? Ну, на самом деле, я очень сильно волнуюсь. Я перед этим волновалась, когда шла сюда, и я представляю, что будут чувствовать дети. Ну, вообще, вот что расскажете ребенку, когда придете домой? Ну, первое, чтобы он не волновался, это на самом деле очень важно поддержать своего ребенка. А во-вторых, ну, если не сдаст, все-таки же это не смертельно на самом деле. Так что, в следующий раз сдаст, или в армию пойдет. Знакомились с заданиями, которые решают наши дети. Они отличаются от тех, которые были у нас в школе? Ну, конечно, отличаются. На школе было просто сочинение, там, или диктант. А здесь все совершенно по-другому, ничего общего. Ну, вообще, трудно для вас? Ну, если объяснить, то, в принципе, понятие есть, как это сделать. А если вот просто положить бумажки и на них смотреть, ну, без объяснения, может быть, тяжело понять сразу. Наши дети справятся с этим заданием? Да, у них вариантов нет других. Поддерживают своих учеников и педагоги. ЕГЭ – обычный экзамен, просто формат непривычный. Главное – учиться, и тогда все получится. Дать экзамены сейчас очень сложно. С каждым годом задания усложняются. Самое первое, что я хотела, чтобы они не ругали, не настаивали. Потому что ребенок должен сам понимать, нужен ему этот экзамен, нужен ему этот предмет, соответственно, нужна ему эта профессия. А если мы будем заставлять, ругать, ребенок может опустить руки и не готовиться совсем. Поэтому родителям только терпение, помогать, настраивать, создавать ему условия, чтобы ребенок мог подготовиться, успешно сдать экзамен. Коррективы в этом году в сдаче единого экзамена внесла только обстановка с COVID-19. Изменились ли его правила в этом году, когда будут сдавать уже 11 класс? Ничего не изменилось в процедуре экзамена, кроме одного. Мы усиливаем меры по соблюдению всех санитарных норм. Поэтому в каждой аудитории, где проходят экзамены, есть и антисептик, и маски. У выпускников есть еще время подготовиться к ЕГЭ и сдать его с поддержкой родителей и педагогов. Ну а мы пожелаем им ни пуха, ни пера. Во вторник, 16 марта, в школе номер 14 прошла первая игра интеллектуальной викторины «Игры разума». Идея организовать и провести командную игру, чем-то похожую на телевизионную программу, пришла ребятам из молодежного центра. А экспериментальной площадкой игры для ума стал школьный актовый зал. О том, как проходила игра и кто в ней оказался самым умным, эрудированным и находчивым, узнаем прямо сейчас. Вопросы для игры были составлены так, чтобы ребята смогли на них ответить не только, вспоминая страницы школьных учреждений. Но и подключали мышление, логику и интеллект. Сама игра посвящена Великой Отечественной войне. То есть вопросы непосредственно придумывали сами. Смысл какой? Задается вопрос. И команда общим решением какой-то ответ. То есть придумывает, если знают или что-то по подсказкам, по каким-то, которые даны в самом вопросе, они пишут ответ. Если правильно, значит правильно. Если неправильно, еще одна подсказка дается, потом еще одна подсказка дается и потом уже там засчитывается или не засчитывается. Но мы как бы только будем пробовать, обкатывать вот эту концепцию саму. Ну посмотрим, как зайдет или не зайдет. В викторине приняли участие ученики девятых и десятых классов. Игра была напряженной, но все ее участники были активно погружены в процесс. Поскольку игра командная, в ней важна четкая и слаженная работа всего коллектива. С первого взгляда вопросы могут показаться неразрешенными, но поработав головой, ребята давали правильные ответы. Интеллектуальную игру. Вы вообще представляете, как в такие игры играть? Или все-таки больше на компьютерах привыкли, в гаджетах каких-то своих? Ну уже в принципе привыкли. У нас часто проводятся какие-то интересные квизы викторины, поэтому нам больше приятнее вот в таком формате играть с ребятами. Тему хорошо знаете? Относительно. Надеемся. Ну надеетесь на победу? Да, конечно. Главное участие. Викторина состояла из 13 вопросов разной сложности. 13 вопрос был Блиц. Во время игры вопросы появлялись на экране. На обсуждение ответа командам давалось полторы минуты. Если за это время команда не сможет дать правильный ответ, то ей даются дополнительные подсказки, но при этом начисляются штрафные баллы. Вопросы реальные, на которые можно ответить? Или все-таки надо знать какие-то более глубокие знания о Великой Отечественной войне? Нет, мы отталкивались от того, чтобы ребята находили ответы непосредственно либо в самом вопросе, либо в фотографии, которая дана, либо просто доходили, ну таким вот коллективным умом своим, да? Здесь нет конкретных дат, там, сражений, освобождений городов и так далее. Здесь всего лишь несколько вопросов в классическом понимании в таком, да, где дана конкретная фамилия или еще что-то. А все остальное именно на внимательность и на работу головного мозга, можно так сказать. Научить ребенка думать, размышлять, анализировать, принимать правильные решения проще всего через игру. Так ребенку легче узнавать и учиться новому, искать ответы и самоутверждаться в обществе. Нужны такие игры для детей? Не то, что нужны, а крайне необходимы. К сожалению, в последнее время поменялось информационное поле, вот я сейчас со стороны наблюдаю, как ребята отвечают. Мы это знали не только из учебников или из книг, а мы знали это из советских фильмов, которые показывали практически каждые наши каникулы. И мне, честно говоря, конечно, обидно за нашу молодежь, что мы перестаем гордиться вот этой великой победой и не знаем тех, кто эту победу ковал. Вообще, вот считаете вопросы трудными? Если честно, то да. К сожалению, вот поменялась программа, школьная программа. Я вот прекрасно помню, что на изучение Великой Отечественной войны в советской школе отводилось 22 часа, то есть 22 урока. Сейчас это в лучшем случае два. Сложные, но очень интересные испытания определили победителей. Выиграла конкурс команда 9-го А-класса. Второе место заняла команда десятиклассников. Бронза учеников 9-го класса В. Все победители сегодняшней игры в награду за смелость и сообразительность получили кубки и памятные медали. 16 марта на базе Центра дополнительного образования «Истоки» состоялся городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». В нем приняли участие ученики с 5-го по 11-й класс всех образовательных школ «Электрогорска». Ребятам предлагалось прочитать отрывок из любого прозаического произведения наизусть и с чувством, толком, расстановкой. Как юные чтецы справились с поставленной задачей смотрите далее. А давай наберем полную ванну теплой воды и сядем на дно. Тихо! Пока ложки не задохнутся, предложила я. «А сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись?» Спросила Маня. «Ну, не знаю. Где-то час, наверное». Глаза Мани заблестели. Видно было, что идея ей пришлась по душе. «Давай!» — согласилась она. «Только чур не слово, Ба, а то она не даст нам в ванну залезть. Клянусь всем, что у меня есть». Читающий ребенок сегодня редкость. А тех мальчишек и девчонок, которые читают классику, да еще и наизусть, да по ролям и с выражением, можно перечитать на пальцах. А чтобы их увидеть лично, всего-то и надо сесть в зрительный зал во время проведения городского этапа конкурса «Живая классика». Ребята, я рада вас всех приветствовать в нашем зале в ЦДО «Истоке» на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Живая классика». А что это за конкурс? Я думаю, что повторять не надо. Все прекрасно знают, все готовы. Я прям даже лицам вижу, что немножечко где-то волнуются. Да, ребят? Да. Не волнуйтесь. Жюри у нас очень хорошее. Критиковать сильно не будут, но будут оцениваться строго, согласно тем нормам, которые прописаны в положении. Правила конкурса и правда были строгие. Произведение, которое выбирали ребята и их преподаватели, не должно входить в школьную программу. Продолжительность выступления не должна превышать пяти минут, а сюжет рассказа должен соответствовать возрасту чтеца. Можно было использовать декорации, музыкальное сопровождение и костюмы, чтобы более точно передать образ героя. Мама – это первое слово, которое произносит человек. Вслушайтесь в это сочетание звуков. Мама, сколько в нем теплоты, сколько до боли близкого, до слез родного. Но чем больше мы взрослеем, тем меньше, как нам кажется, мы нуждаемся в маме. Нас закручивают вихри событий, фейерверк новых знакомств и встреч, манит чудесные дали. А порой мы забываем о ней, о маме. А она ждет, переживает за нас, надеется, что мы позвоним, расскажем, как дела и просто поговорим. Кому-то оказались близкие эмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюбленности. Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. Раздался непривычно громкий смех. И вдруг все мы, 11 человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов. После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис. Молоденькая, взволнованная. Простите, пожалуйста, ведь вы автор этой пьески. Я? Пожалуйста, не подумайте, что я вообще... Нет, нет, я не подумаю, что вы вообще поспешила я ее успокоить. У меня к вам маленькая просьба. Очень-очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь. Она не то засмеялась, не то всхлипнула. А я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело. Наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить. Подготовка к конкурсу началась еще в начале учебного года. Выбирали произведения, учили, репетировали. В городском этапе принимали участие самые лучшие чтецы. И они изо всех сил старались заразить своим исполнением слушателей. А вместе с ними и членов жюри. Ребятки милые, мы вас прям полюбили. И правда, как за своих детей переживали. Особенно вот этот неприятный момент, когда делишь голоса. Во-первых, мы вас всех поздравляем. Это уже победа. Дойти до муниципального отбора – это уже победа. В целом, вы большие умнички. На будущее тем, кто победил, мы желаем воли к победе. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей. И выражаю слова благодарности всем участникам и всем победителям этого конкурса. Потому что речевое слово и вообще слово – это огромное и важное. То, что вы умеете уже делать в этой жизни, это хорошо. Ну, а сейчас, естественно, победители. Да, вы, наверное, уже поняли тех, кого не вызвали, что вы победители. И на вас лежит большая ответственность, так как вы ими уже встали. За Малаева Ева и победителя, пожалуйста, диплом и сертификат. И сертификат электронной библиотеки ЛитРАС. Спасибо. Приглашаем победителя, синельник Алина, которая понравилась и жюри, и залу. Аплодировали, можно сказать, стоят. Спасибо большое. Спасибо большое. И строчковая Екатерина, которая была непосредственно в своем образе. Немножко замерзла, но это стоило того. Спасибо большое. Спасибо большое. Проект показывает, что у молодого поколения есть тяга к знаниям и любовь к русской литературе. И хочется верить, что наша нация сохранит звание самой читающей в мире. Далее несколько слов о погоде в подмосковном регионе. Сегодня на погоду влияние оказывает Черноморский циклон с небольшими полями облачности и осадков. При температурном фоне в пределах положенной нормы климата. Сегодня вечером небольшой снег, возможен туман. Ночью пасмурная погода, небольшой снег, местами дымка. Температура минус 3, минус 5. В четверг, 18 марта, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, дымка. Ночью минус 3, минус 5. Днем 0, плюс 2. Ветер слабый. На этом у нас все новости на сегодня. Далее эфир телеканала ТВЛ продолжит спорт-обзор, сводка чрезвычайных происшествий, репортаж с оперативного совещания, которое прошло во вторник, 16 марта, в городской администрации. И творческий вечер в литературной гостиной. А я на этом прощаюсь. Сегодняшний выпуск для вас готовили Александр Суслов, Кирилл Чиняков, Дмитрий Морозов, Ольга Костина. В студии работала Татьяна Пыренова. До встречи. Не болейте, берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин